всем привет на тактикуа сегодняшнее видео будет полезно для охотников рыбаков а выживальщиков копателей туристов так далее и так далее и так далее и так далее и так хотел сегодня сами поговорить про сигнал охотника и так почему именно сигнал охотника потому что многие могут сказать можно использовать сигнальный пистолет но так как люди которые покупают себе все сами должны считать уметь деньги он дорогой плюс патроны к нему также сама не дешевая цена 70 80 100 120 гривен а сигнал охотника сам по себе он очень дешевый он из себя представляет пластиковую трубку внутри с бойком предназначенную для резьбовых звездок звездка также сама она очень простая это пластиковый стакан с резьбой с вышибным с зарядом в виде простого евро капсуля или иногда бывают живылок внутри находится прессованная звездка и принципе все так что составляющая стакан капсуль звездка ну и крышка которая закрывает у нас их можно найти в трех цветах зеленый красный желтый также есть гром гром предназначен для отпугивания животных и самообороны у него вот такой звук с ним вы можете защититься от дикой собаки я не знаю в парке где-то на темной улице мало ли чего произойдет вы себе спокойно можете защититься и скажем таки убежать потому что в драку встревать если больше одного противника это неправильно ну про самооборону когда-то и тактику выживания в городе вам расскажу продолжим по сигналу охотника у нас есть также сама их не аналог это еще старое советские sp15 сигнальный патрон 15 миллиметровый они у нас идут я встречал красные зеленые но есть еще желтые они практически то же самое но у них есть очень маленькая но очень большое отличие это вышибной заряд если на современных сигналах охотника идет еврокапсуле ли живло то на старых на sp15 у них идет бокового боя аналог как бы мелкашечного патрона холостой и так скажу в этих сигналах охотника он не работает так же само эти звездки в пусковых устройствах sp15 так же сам они работают так что они между некоторые говорят что они заменяются я пробовал они ничего не заменяются если вы конечно отчаянный человек вы можете извлечь только аккуратно я не я не говорю что это надо делать я не призываю я говорю что это очень опасно потому что можно получить в харю очень сильно и очень больно очень ярко горящая ракета и так что это только для профессионалов и людей которые мне жалко свои пальцы руки и то же самое и так как же их можно использовать где их можно использовать стандартной ракетки звездки можно хранить в лодке в машине в разгрузку в рюкзак вы можете кинуть куда угодно и случае чего вы можете подать три вида сигнальных ракет красная это сигнал тревоги помощи зеленая это уже как сигнал отбоя это вообще обычно идет желтое это внимание кстати желтая ракетки очень ненадежные красные горят дольше всего но и зеленые они такие яркие красивые а вот желтыми у меня было уже несколько раз такое что стреляешь они не загораются так что по-разному бывает итак запускаем ракету ставим пусковое устройство безопасный режим берем ракету двумя пальцами и вкручиваем пусковое устройство после чего оттягиваем вниз и вставим на взвод теперь я выпрямляю руку и просто аккуратно пальцем и и освобожу так что вперед желтая просрала и так в дикой природе в лесу в поле в горах где угодно если вы турист выживальщик охотник рыбак грибник копатель с металлоискателем если вам нужна будет помощь или вы проводите какие-то действия заранее вы обговорили какие сигналы вы можете подать вы можете использовать с эти светошумовые сигналы вы можете позвать на помощь вы заблудились травмировались что угодно это в то что может вам спасти жизнь так как телефонная связь у нас говорю сразу стало у нас можно выйти недалеко от города уже телефонной связи нету скажем так откатываемся мы в прошлое потихоньку так что очень незаменимая и так для чего можно использовать еще кроме подачи сигналов ракетами можно сделать растяжку для этого этот сигнал охотника очень удобен он состоит из трубки которую очень легко прикрепить к чему угодно колышку к дереву привязать можно двух местах зафиксировали все в принципе кстати он уже установлен есть боек если боек отведен вниз давайте так у него есть два положения первый это безопасный для того чтобы вкручивать сигнал но сигнал откручивается вот так вот кстати никогда не вкручивайте его так этот пустой так что никогда так не вкручивайте мало ли чего в руку прилетает звездка и так вы его вкрутили вы его можете взвести и поставить взведенное положение накидывайте петлю сюда и легкое движение леска проволока что угодно и он срабатывает можно вставить ракету можно холостой кстати никогда не выбрасывайте использованные стаканы так как его можно перезарядить использовать для отпугивания диких животных или диких людей или еще как можно для самообороны для всего остального когда вы его отстреляете например вот он у меня уже без ничего просто стоит еврокапсуль в принципе вы идете в переулке в подъезде где угодно мало ли чего там вышли 23 дебила прикурить мелочушки попрыгай все остальное грубо говоря вы можете воспользоваться эффектом неожиданности сделать кому-то в хлебальник так вот очень громко и убежать потому что если их больше одного скажем так никогда не рекомендую ввязываться в какие-то длительные драки лучше убежать и остаться целым лучше вообще обойти такие места но в случае чего никогда не ввязывайтесь какие-то неприятности вот так вот вы выдавили чем угодно он пластиковый капсуля в нем не сидят очень плотно вы берете можете взять живыло вставить так же само вкручиваете потише живыло кстати не выпадает саму тоже подковырнули выняли вставили новое так что отпугнуть собаку идиота в подъезде в парке вполне реально и у меня в жизни был случай несколько раз были случаи на пробежках когда-то бегу я по дороге вдоль дороге кустарник право-влево не свернешь мне выбегают собаки наверное их было с десятка два убежали они за сучкой у которой течка была когда с ними сравнялся они все меня резко увидели и реально пошли в атаку я всегда с собой на пробежке в карман вкинул мало ли чего я когда это все увидел достал эту выстрелил причем стрелял холостым патроном я не знаю одна секунда я ни одной собаки не видел вообще они по ним просто растворились так что для тех людей которых проблемы с дикими животными потому что как собаки это уже реально дикие животные на улицах так что будет очень полезная вещь так что господа давайте сейчас еще постреляем я вам покажу как насколько высоко они взлетают конечно видео будут не самое лучшее потому что снять ракету с расстояние не так уж просто но мы сейчас это увидим что не может быть что я не знаю что я не знаю что я не знаю что я не знаю Итак, ранее он говорил, что у нас вы можете приобрести сигнал охотника СП-15 Сигналы охотника идут ракетки трех цветов и заряды гром Увы, у нас в Украине не производится к нему ничего Это все завозное из России Почему мы этого не производим? Не мне решать, наверное, пиротехнические компании не видят смысла Хотя я рекомендовал бы, так как это дешево и удобно В принципе, выдавить из пластика вот такой стакан Прессовать звездки, вставлять сюда капсюль, это стоит копейки Его себестоимость, я не знаю, будет, ну, я не знаю, гривен 10 А продаются они на данный момент, ну, гривен по 20 Так что вот вам дебит с кредитом, считайте Итак, какие еще вы можете встретить Если на Восточной Европе и в странах СНГ вы можете встретить сигнал охотника с двумя видами И СП-15, то на Западе, особенно США, Канада Надеюсь, они в Европу возят У них есть другие Есть аналог МАК-79 Он еще с времен Вьетнамской войны Такой же принцип действия тот же самый Единственное, немного другой дизайн Так же самое идет Стреляют, идет пусковое устройство такого же типа Но сами выстрелы накручиваются по-разному Есть с внутренней резьбой, есть с наружной резьбой Так же у них есть в продаже Флэйер пены Это все то же самое Их тоже несколько видов у них И они идут с разными эффектами Есть, которые просто дают по такому же принципу звездку Которая светится на протяжательности всего полета Есть те, которые после выстрела не взлетают, только вверху начинают гореть Есть специальный даже у них сигнал Сейчас я вам покажу видео, как он стреляет Это так же само сигнал Который накручивается для отпугивания медведей То есть вы его накрутили, вы выстреливаете И там уже подальше от цели, где-то метрах в 30-40 уже происходит сам взрыв В принципе, я таких не встречал Я таких в руках не видел Но сама идея обороны от животного, от чего угодно Мало ли что может случиться Вы можете ту же самую дикую собаку отпугнуть на расстоянии Если вы видите, у нас в Украине проблема с бешенством Лисы кусают собаки, или собаки разодрали где-то падаль У меня это в городе было очень много Так что себя защищать надо уметь И так сегодня мы разобрали очень маленькую, но очень полезную и очень нужную вещь как сигнал охотника Так что, господа, я рекомендовал бы каждому кинуть себе в рюкзак такую вещь Это не так уж дорого, но в случае опасности или в любой ситуации Поверьте мне, это может стать очень незаменимая вещь, которая может вам спасти жизнь и сберечь ваше здоровье Так что, господа, с вами был Тактик ЮА У кого какие вопросы, что будет интересно Спрашивайте, пишите, пишите в комментариях Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал Так что, держите порох сухим, а мы научим вас выживать Субтитры сделал DimaTorzok